Привет всем, с вами Юрий Дмитрий Ромшенко, сегодня хотелось бы поговорить о приказе МВД России, приказ ГИБДД, новый регламент, который вступил в силу 20 октября 2017 года, приказ номер 664, теперь который будет действовать, взамен приказа 185, по трем основаниям, камерам, остановках вне поста, справках и так далее, мы поговорили в предыдущем видео, по ссылке вы можете его посмотреть, хотелось бы отметить, что приказ от 23 октября 2017 года и вступает в силу 20 октября 2017 года, В данном видео я хотел бы поговорить с вами о том, что много спекуляций сейчас по поводу, что в данном приказе нету пункта, запрещающего снимать сотрудников инфекторов ДПС, сотрудников ГИБДД и в СМИ, в интернете, в социальных сетях, а также среди водителей Сейчас очень много вопросов, очень много регуляций по этому поводу, что если законодательно не содержит этого закрепления, то значит есть возможно применение сотрудникам ДПС инспекторами Вот этой статьи 19.3 и повиновения законного распоряжения сотрудника полиции, например, когда он вас останавливает, походит к автомобилю и соответственно вы доставите смартфон, начинаете его фотографировать, снимать его в значок, его действия, либо у вас фото, видео, съемку и так далее, начинаете вести и соответственно сотрудник якобы делает вам замечание И просит вас убрать камеру, и в данном случае происходит фактическое неповиновение законного распоряжения сотрудника полиции, и он на вас соответственно может наложить административный штраф в размере 500 до 1000 рублей, либо административный арест и так далее Значит, действительно эта статья есть, но в данном случае я хотел бы рассказать, что вы имеете право производить видео, фотосъемку, фиксировать инспектора ДПС, его работу, составление протокола, если что-то вы нарушили или считаете, что нарушения не было Работу, место, где стоит автомобиль, служебный автомобиль и его общение с вами, и все-все действия вы имеете право осуществлять, в том числе фотографируя на смартфон, на другую технику Если у вас есть хоть на GoPro 5, Sony X3000 и так далее, на любую камеру, которая у вас есть, вы можете осуществлять съемку Почему? Потому что в соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить, распространять информацию любым законным способом В данном случае пункт 4 статьи 29 Конституции закрепляет, соответственно, производить и распространять любую информацию законным способом В соответствующем приказе отсутствует запрет на фото-видеосъемку сотрудников инспекторов ДПС Дальше переходим в основной закон, федеральный закон от 27 февраля 2011 года, номер 3, известный закон о полиции В котором статья 8 посвящена открытости и публичности В данной статье, в самом первом пункте этой статьи указано о том, что деятельность полиции является открыта для общества В том мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации И дальше указано, что по уголовным производствам, в административных делах, в оперативной расстройстве Защили гос. тайне, охраняемые тайны, а также нарушают право граждан общественных объединений и организаций В соответствующем законе полиция является открыта для общества Поэтому в данном случае вы имеете право снимать и осуществлять видеосъемку Потому что вы не нарушаете права и деятельность инспектора А он, соответственно, запретом не может нарушить ваше право открытости и публичности полиции А также статья 29, где также указано право на свободное производителя Соответственно, получать и распространять информацию Следующая статья Федеральный закон об обеспечении доступа информации в деятельность гос. органов и органов местного самоуправления Соответственно, полиция является государственным органом И в данном случае, опять же, статья 4 этого закона Говорит нам о том, что основными принципами обеспечения доступа информации в деятельности гос. органов Является открытость доступа информации в деятельность гос. органов местного самоуправления За исключением случаев предусмотрен федеральным законом Есть там гос. тайна и так далее В данном случае инспектор ДПС, сотрудник ГИБДД Не является Не ходит в этот перечень И поэтому вы его можете смело снимать Это уже третий закон Который, соответственно Разрешает вам осуществлять съемку сотрудника полиции Напомню, что самая основная конституция Статья 29-ая Следующая Следующая Федеральный закон о полиции Статья 8-ая Дальше Основные Федеральный закон номер 8 Обеспечение доступа информации в деятельность гос. органов Это, соответственно, статья 4-ая Кроме этого, у нас есть федеральный закон О противодействии коррупции В которой выдержки, выписки Целые стенды висят почти везде Во всех гос. органах При входе на самом видном месте Вы можете увидеть Выдержки из-за этого федерального закона И здесь также есть Статья 3-я Федерального закона В которой указано то, что Вот, видите Публичность Открытая деятельность гос. органов Орган местного соправления Соответственно, он подтверждает Статью 4-ая Статья 4-ая Подтверждает Статью 1-ую А 1-ая, соответственно Закон Пункт 1-ой статьи 8-ой Соответственно, он И вытекает из Статьи 29-ой Конституции Вот эти вот все основные Федеральные законы Которые разрешают водителю Если, соответственно, он считает Что сотрудник ДПС Нарушает права Если даже вы нарушили права Но считаете необходимо Произвести фото-видеосъемку Софиксировать процесс общения С сотрудниками гос. органов С полицией Кроме того, не только с полицией Ну и, соответственно, с другими Органами Но в данном случае Например, если это ФСБ То здесь уже, конечно, спецоперация И, скорее всего, у вас не будет Возможности производить съемку Даже дабы только Дали вам возможность Соответственно, вызвать И произвести хотя бы звонок И в данном случае Если у вас Стану сотрудник полиции Я сейчас вот эти все ссылки сделаю Вы можете их Они здесь небольшие Эти статьи Можете сделать все в 1А4 На 1А4 разместить Прямо скопировать Такое сделать Лесенькой Одной из другой Статьи вытекающей И, соответственно, у вас будет При необходимости Если вы будете снимать И найдется такой сотрудник полиции Который будет этому У вас препятствовать Или скажет, что вы не имеете права Нарушаете закон И так далее И так далее Попытается вам запретить Вы, соответственно, дадите ему данные Выдержившие законы И пусть он прочитает Никаких запретов Для видеосъемки Фото-видеосъемки Нету Поэтому В соответствии с новым приказом В котором отсутствует запрет На осуществление фото-видеосъемки Сотрудников Инспекторов ДПС Данные статьи Вам разрешают Осуществлять Фото-видеосъемку Сотрудников ДПС Служебных автомобилей Процесс общения Процесс Соответственно Оформление протоколов Разбирательство Выяснение Соответственно Обыск И так далее И так далее Все Все из процесс Вы имеете право Заснять И, соответственно Испутывать в качестве доказательств При спорах С полицией Желаю вам успеха Спасибо, что посмотрели Это видео Я надеюсь, что Все эти выдержки Для вас были полезными Ссылки увидите Под Ссылки на Дэди На эти статьи Под этим видео Рекомендую вам Все это Скомплектовать На 1А4 И чтобы он у вас был Вместе с Законом о полиции И с новым приказом По крайней мере Я думаю, что В ближайшее время Возможно, что он уже Есть в печатной продукции Чтобы не вводить С собой А4 Да, там Целый Комплект А именно Уже в таком Книжном виде Этот приказ Уже есть Продажи Вот все это вместе Можете Прикрепить И, соответственно Использовать Уже при разговорах Спорах с сотрудниками Спектром ДПС Всего доброго Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайк Счастливо Пока